Итак, приветствую всех. Всем хорошего воскресного вечера. Меня зовут Сергей Умнов. Я являюсь одним из основателей проекта. Я приступлю с вашего позволения к вебинару. Если будут вопросы, вы можете их, в принципе, сразу писать в чат. В конце вебинара я полностью отвечу на все вопросы. Прямо пробегусь и отвечу на все вопросы. Значит, что такое богатырианский источник? Это многоконцептуальный федеральный проект. Сегодня как раз расскажу про социальную его программу, большую социальную программу, которую он в себе несет. Самое важное, что у нас есть, ну как самое важное, как и везде есть миссия, есть такая некая, ну не кричалка, я все-таки назвал бы это такой общей, большой, многонациональной целью. Мы вместе идем к общей цели жить до 100 лет. То есть, у человека на сегодняшний день есть две проблемы, две боли. Это деньги и это здоровье. Значит, деньги и здоровье. И поэтому у нас такой общий объединяющий эгрегор, мы вместе идем к общей цели жить до 100 лет. Несколько концепций включено в наш проект. Значит, первая концепция – это чистая артезианская вода в каждую квартиру. Значит, что это такое? Что это за концепция вообще в целом? То есть, есть такое понятие, как станция воды. Станция воды – это несколько емкостей, 25-30 кубов устанавливаются внутри живого комплекса. Также устанавливается контейнер с определенным оборудованием. Значит, и присутствует там дополнительно кондиционирование воды. Вода добывается из артезианской скважины, проходит выравнивание через дорогостоящее оборудование и водовозами привозится на станцию. Со станции по своему нержавеющему водопроводу вода проводится в каждую кухню, где устанавливается второй кран. Вода поставляется по предоплате, то есть 5 рублей за 1 литр. У нас вода еще имеет дополнительно кондиционирование, там все системы готовы, и система промывки, и система безопасности. То есть, это все налаженная, отлаженная система. Только подключай, включай и все. То есть, она протестирована на площадках, ну так скажем, на стендах. Оплата происходит через сайт и через приложение. Но я думаю, с этой концепцией вы, наверное, скорее всего на сайте ознакомились. Сейчас сайт у нас проходит обновление, то есть, я думаю, вторник мне пообещали, понедельник, вторник, среда, то есть, у нас выйдет уже полностью обновленный сайт. Сейчас там некоторые видео недоступны, поэтому, ну, не всю концепцию можно понять. Едем дальше. Значит, вторая концепция социальной программы – это реновация старых жилых комплексов. Когда мы закладывали проект, у нас состояло две такие задачи – сделать недублицируемый бизнес, то есть, чтобы его невозможно было повторить. И это было для застройщиков продажа. На стадии проектирования мы хотели продавать свои станции. И для жилого фонда, то есть, но там необходимо получить 100% голосов. И вот эта вся история начала развиваться. Почти два года мы собирали этот проект весь, очень много экспертов было задействовано. Ну и, соответственно, мы когда подошли к тому, когда мы начали уже общаться с управляющими компаниями, многие начали жевать губы, да вот, да это может быть и не получится, да может быть получится. Ну, стали такие моменты. Хотя у нас было заряжено уже решение с жителями, чтобы получить 100% голосов. То есть, у нас есть маркетплейс, я чуть позже о нем скажу. То есть, мы столкнулись с тем, что начали запрашивать откаты и так далее. То есть, столкнулись с таким, ну, прям, нехорошая энергия, в общем, такая, которая только направлена на то, чтобы обобрать ближнего, столкнуть ближнего и обобрать нижнего. Вот. Поэтому мы подумали, изучили законодательство и приняли решение, то есть, вообще, в принципе, подойти к этому вопросу кардинальным образом. То есть, сделать мощную реновацию и на стадии голосования, то есть, если проголосовало 51% жителей жилого дома, то, соответственно, отдельный хозяйствующий, действующий субъект идет на все четыре стороны. То есть, нам не нужно никаких согласований с управляющей компанией. Поэтому мы приняли решение создать свою управляющую компанию и под нее, то есть, сделать такую комплексную, мощную реновацию. Обходится она, в принципе, по экономике легко. Я сейчас скажу чуть позже тоже про три статьи доходов, которые у нас есть. Но сейчас прям вкратце про реновацию. То есть, реновация – это старых жилых домов, старых жилых кварталов. Имена, то есть, Советский Союз, все прекрасно знают, вот эти девятиэтажки, да, то есть, их полно по всем городам, достаточно большой. 60% фонда жилого, я, ну, то есть, это как раз-таки такие дома. Как они застраивались, в принципе, то есть, есть квартал, в квартале есть четыре больших квадрата. То есть, есть два садика и две школы. Ну, то есть, по такому принципу застраивались кварталы. Ну, всем вот эта история, я думаю, известна. В принципе, вот такое, наверное, обстоятельство, оно везде, да. То есть, в таком, ну, я не побоюсь этого слова, свинарнике, в принципе, живут наши люди, русские люди. То есть, вот в таком вот гадюжнике, который еще и дополнительно управляющие компании оббирают. Я просто знаю, я столкнулся и посмотрел, как это все там происходит. По-черному просто-напросто оббирают людей и все. То есть, ну, так скажем, откачивают деньги, очень мало давая взамен. Значит, мы разработали, то есть, у нас есть прямо, скажем, архитекторы, такое бюро или компания, я не знаю, как ее назвать. Но там очень высококлассные эксперты. То есть, это целая команда, от нее еще работает дополнительно там техникум архитектурно-строительный. То есть, нам, в принципе, именно они формируют вот эти, ну, сейчас разрабатываются различные дизайны. Ну, мы сейчас еще дополнительно институт строительный подтянем к этой теме. На сегодняшний день мы сотрудничаем с двумя институтами и один колледж строительной техникум. То есть, наш проект сотрудничает. Но мы дальше сейчас, я расскажу тоже об этом, сейчас про реновацию все-таки. Значит, что в нее вообще будет входить? Значит, вот это называется паркинг. Паркинг, подземный паркинг, куда машины, в принципе, внутри жилого квадрата врывается котлован, упаковывается туда парковка подземная. Ну, и, соответственно, сверху формируется благоустройство площади. То есть, во дворах машин не будет. Это первое. Второе. Расширение балконной части. То есть, у нас есть дом. Рядом с домом отдельно выстраивается монолит. Монолит, то есть, это расширение балконной части. И, соответственно, полностью застекляется. То есть, за место обычного маленького балкона, который там застеклен, я не знаю, получается вот такая большая хорошая лоджия. То есть, застекленная, опять же. Дальше мы устанавливаем мансардный этаж. Мансардный этаж – это более расширенная площадь для того, чтобы мы могли жителей с нижних этажей, то есть, переселить на мансардный этаж. Ну, там будет более большая площадь и более комфортные условия с ремонтом, со всеми делами. Часть нижних этажей, там мы будем смотреть, то есть, ну, не все нижние этажи во всем квадрате, а именно относящиеся, которые относятся к проезжей части, значит, это мансардный этаж. То есть, он, кстати, мансардный этаж нам большое количество вложенных средств в инновацию, в принципе, возвращает. То есть, мы нижние этажи уже потом продаем с хорошей стоимостью, как коммерцию, ну, в конечном итоге. Поэтому эта статья доходов, эта статья доходов, она прям очень с лихвой, ну, почти перекрывает всю инновацию. Значит, вот подземный паркинг. Едем дальше. Значит, вот один типовой пример – это девятиэтажки, как она будет выглядеть. То есть, вы все сейчас видели, да, девятиэтажный дом, советский, советский, вот такой вот весь в кубиках там. То есть, его полностью, фасадную часть будут менять, абсолютно полностью. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. То есть, здесь дополнительно, как я говорил, монолитные сооружения отдельно стоящие, то есть, оно застекляется. Ну, и, соответственно, дополнительно там фасадная часть меняет облик. Помимо всего, то есть, вот он мансардный этаж. Ну, здесь еще здание не доработано, оно еще мелкие детали проходит доработку. Это отдельно стоящая одна типовая девятиэтажка. Есть они разные, угловые и так далее. То есть, нижний этаж уходит под коммерцию, как я сказал. То есть, у нас по факту, к чему мы стремимся, чтобы каждый дом был уникальным. То есть, не повторялся. Может быть, в городе он будет повторяться. Ну, в городах, да. Но сделать вот на эту девятиэтажку, допустим, нужно, допустим, 10 разных проектов, дизайнов, да, под девятиэтажку. Чтобы, ну, как в Питере было, то есть, приезжаешь в каждый город и дома разные. Поэтому под эту тему сейчас как раз и, ну, мы будем вести переговоры и дипломные работы начнут писать различные институты, ребята, то есть, под эту тему. И, соответственно, то есть, это пойдет на потоке. Поэтому, ну, процессы идут, согласования все идут, и они все положительные. Вот так я вам скажу. Все заинтересованы, потому что и преподавательский состав, и вместе с ректором, то есть, они понимают, что это плюс их институту, в котором они, в принципе, это их задача, да, то есть, что-то сделать и реализовать. И выступал я в техникуме, то есть, мы предварительно там выступали. Ну, ребята, во всяком случае, я вам скажу, конверсия там порядка 40-45 процентов. То есть, ребята, которые зашли и хотят принимать участие. Помимо всего, мы еще озвучили, что каждый дизайн дома, который будет сделан, то есть, мы будем обязательно выставлять табличку дизайнеров, тех ребят, которые сделали этот дизайн. Дизайн, чтобы, так скажем, увековечить имя дизайнеров, которые создали этот проект. Для архитектора это очень архиважно, я бы вот так сказал. Соответственно, мы меняем посадную часть. Дальше у нас в планах поставить такую вот, ну, все проекции дома, я думаю, все видели. Это недорогая штука, но эффект очень впечатляющий. Представляете квадрат, представляете квадрат, да, и внутри настроена проекция на все 360 градусов. То есть, представляете, вот этот там слоник, да, который будет в релаксе летать, летать вот так вот по всем домам. То есть, по факту, это, как вам сказать, недорогая штука, которая создаст очень мощный эффект. То есть, люди на один час будет включаться вот это хозяйство с 9 до 10 часов вечера. Ну, и, соответственно, люди смогут просто порелаксировать, да, посмотреть, насладиться, забыться обо всем. Ну, и, соответственно, эти прокрутки, они просто-напросто будут разными с сопровождающейся музыкой релакса. То есть, ну, такая вот фишка есть. Сейчас скажу, для чего вообще всем нам это нужно. Плюс у нас дополнительно есть культурная тема, которую мы тоже прикрутили ко всему этому. Если вы здесь посмотрите, здесь есть статуя, да, ну, памятник, статуя, я не знаю, как там правильно это назвать, чтобы не обидеть. То есть, и вдоль проспекта, допустим, стоят дома. То есть, здесь в скверах тоже будут установлены вот такие вот памятники выдающимся деятелям родного края. То есть, в каждом городе, я считаю, что есть свои герои, но у нас, допустим, в Пензе это Лермонтов, Ключевский, Белинский и так далее. То есть, ну, есть, и я думаю, что в каждом городе, ну, не думаю, я уверен в этом, что есть в каждом городе такие люди. Но мы здесь этим вопросом решаем как раз-таки связь, историческую связь с настоящим. То есть, чтобы, то есть, помимо памятника, да, есть описание, описание того, что именно, какой вклад привнес этот выдающийся деятель в прославление родного края, да, то есть, ну, так скажем, как, что он именно сделал. Ну, и, соответственно, каждый житель, то есть, подходя там сфотографироваться или еще что-то, то есть, ну, это резонансная тема, такого никто не делал, понимаете. Никто не делал этого именно в таком ключе. Соответственно, весь город сюда приедет и будет фотографироваться и будет смотреть, что это такое, как это так вот сделали и так далее. То есть, здесь еще доработается он сейчас, он реально будет выглядеть как Зимний дворец. Ну, может быть, похуже, а может быть и получше, не знаю. Ну, во всяком случае, уже вид, да, достаточно красивее, чем нежели девятиэтажка. Соответственно, у нас вот такая реновация, плюс мы планируем в каждом квадрате, не в каждом дворе, а в каждом квадрате устанавливать небольшой спортивный зал стеклянный. То есть, для чего? Для того, чтобы внедрять систему долголетия. Потому что в этих домах живут 50+, хотя там разные люди живут и 40+, но в большей степени, я думаю, 50+. И для того, чтобы, то есть, задать некий ритм, некий темп к тому, чтобы жить до 100 лет. То есть, у нас есть эгрегор, у нас есть вот это вот, все-таки это вдохновит очень многих. Плюс еще маркетплейс, на котором смогут, каждый, покупая на нашем маркетплейсе, сможет дополнительно себе там заработать определенную копеечку. Поэтому для всех будет это интересно, для жителей. Ну и, соответственно, спортзал, как некий генератор внедрения здорового образа жизни, внедрения как раз системы долголетия. У нас в Советском Союзе были деятели выдающиеся, которые внедряли эту систему, очень эффективная. Ну, во всяком случае, ее изобретатель дожил там до 96 лет. Вот. В бодром здравии, в трезвом уме. То есть, это говорит о чем? То есть, мы будем как раз внедрять, не просто там на словах, а прям ставить. И я вас уверяю, есть достаточно много спортсменов, которые ходят и тренируют в спортзалах различных, в алекс-фитнесах и в обычных фитнесах. И они работают просто на дядю. И я думаю, что предложив одному, двум, трем спортсменам возглавить такой спортзал, где они будут дополнительно получать, как некий, от своего бизнеса и тренировать население этого квадрата, я думаю, что здесь вообще проблем с этим вообще не встанет, поверьте мне. Помимо всего, еще у нас заложен бюджет в проведении ежеквартальных спортивных праздничных мероприятий. То есть, внутри жилого комплекса. Значит, проведение, ну, тимбилдинг, это тимбилдинг, однозначно длинная, большая полоса препятствий. То есть, это проведение спортивно-праздничных мероприятий с участниками звезд спорта и эстрады. Вот так вот назову. Значит, звезд спорта – это вечерний концерт, но помимо всего, то есть, мы берем жителей с разных квадратов, с разных подъездов, ну и, соответственно, делаем такие некие соревнования. Понятно, что бабушка у нас здесь бегать не будет, прыгать не будет, но мы привлечем определенные категории, то есть, взрослые категории для более спокойных игр, там более молодые люди будут заниматься там, соответственно, прыгать на тимбилдинге. Ну, я так сейчас. Вот. Значит, есть еще три направления, которые мы прорабатываем. Это сила Востока, сила Индии, сила Китая. Ну, все это, конечно, Восток, но здесь имелось в виду Средняя Азия. Значит, сила Востока, то есть, у них есть и определенная своя культура, и в Индии есть своя культура, и в Китае. И здесь уже мы не просто проводим соревнования, мы побегали, попрыгали и все. То есть, здесь есть определенная шоу-программа, которая, то есть, здесь сила Китая, если мы рассматриваем, то это прям реальные шоу-линии. Приезжают, соответственно, идет мощное выступление, различное шоу, то есть, показать, познакомить с культурой. То есть, это все мероприятие, все мероприятие, оно, так скажем, разбавляется этим колором. То есть, это и одежда присутствующая, это и угощения именно китайские, да, там, всякие жучки-паучки, которых там делают шашлычки, там, я не знаю. Ну, то есть, все это полностью ярмарка там с китайскими товарами. То есть, вот это все в комплексе, да, проходит такое мощное прям мероприятие ежеквартальное. И, соответственно, каждый квартал мы меняем мероприятие. То есть, сила Индии, да, это уже больше йоги, больше духовные практики, больше там колорита индийского, то есть, соответственно, с угощениями. Ну, сила Азии тоже самое, да, там, огромный казан плова там и плюс спортивные мероприятия. То есть, это не просто мы побегали, попрыгали, там, нам дали призы, там, и все. То есть, вот это все в шоу, в таком мощном ключе. То есть, чтобы это было позитивно, чтобы был огромный заряд к тому, чтобы дальше, дальше человек хотел развиваться, хотел жить, жить до 100 лет. Понимаете, это второе дыхание каждому человеку. Ну, 50 плюс, во всяком случае, это некое второе дыхание. Потому что каждый себе думает, там, ну, вот, уже мне 60, там, 65, ну, что мне уже все. И уже готовится, да, там, к другому миру. Но на самом деле до 100 лет, в принципе, я не вижу никаких проблем, чтобы просто сфокусировать свое внимание, создать определенные условия и двигаться туда, чтобы жили каждый из них до 100 лет. То есть, для этого мы сделали как раз многоконцептуальный этот проект. То есть, это что касается проведения ежеквартальных мероприятий. Значит, едем дальше. Маркетплейс богатырянский. Что мы сделали для того, когда мы решали вопрос, чтобы, понимаете, чтобы получить 100% голосов от жилого фонда, от жилого квартала, ну, нужно что-то людям дать. Потому что даже если бы мы пришли с водой и, там, я не знаю, с этой концепцией, все равно человек бы сказал, а что вот мне конкретно, вот, дайте мне что-нибудь. По-любому бы нашелся консерватор какой-нибудь, который бы сказал, мне это не надо, мне это не надо. Поэтому мы разрабатывали, две закрывали боли, то есть здоровье и благополучие. Про здоровье я, в принципе, сейчас уже сказал, да, это можно внедрять и это можно двигать и, соответственно, заряжать каждый квартал людей, которые бы все равно на этой волне бы формировали другие нейронные связи и занимались бы уже, там, скандинавской ходьбой, там, еще какими-то, там, движениями. Ну, во всяком случае, пошел бы мощный драйв и мощный движ именно там с этими людьми. Не только там пожилыми, но и, в принципе, да, там и молодыми и вообще, в принципе, со всеми. Соответственно, вопрос по благополучию, каким образом мы решали. Значит, мы взяли, создали свой маркетплейс, ну, то есть создали такую некую систему, которая имеет 2 миллиарда аккаунтов. То есть система автоматизирована. То есть это определенные товары, которые покупаются, что вы на Валберис покупаете, на Алиэкспресс, на Амазон и так далее. То есть вы можете покупать их на нашем маркетплейсе. Но здесь, если там, знаете, как для сравнения вам скажу, если вы там получаете, идете сейчас в магазин, вам дают просто один кэшбэк. Ну, прилетает скидка. Что такое кэшбэк, всем известно. Сейчас банки берут, карточку упаковывают, в карточку упаковывают, заключают контракты там с тысячей сетями различными, и вам дают карточку, говорят, вот по этой карточке вы будете получать со всех магазинов скидку, там, 10%. Это банки собирают определенные сети и вам дают эту карту. Вот вам разовый кэшбэк. Это привыкшие, вот мы привыкли все к скидке. Ну, помните, на рынках в 90-х, да, торговали с каждой. И кто-то выбивал себе скидку. Когда перешли на магазин, и, соответственно, все начали уже там официально делать скидку. Сэм, сэм, там, все, скидка у нас, пожалуйста, приходите, забирайте. И все, эту скидку упаковали. Но мы применили реферальную систему, реферальную систему, и, соответственно, 55%, ну, смотрите сейчас, очень важно, очень важно, как происходит сейчас формирование цены на традиционном бизнесе, на традиционном рынке. То есть есть себестоимость, есть производитель, есть дистрибьютор, дилер, оптовик, магазин, и мы получаем стоимость для покупателя. То есть мы с вами приходим в магазин, себестоимость, допустим, этого фэри, фэри, который покупаем, посуду мыть, да, этого себестоимость, ее стоит, допустим, там, 250 рублей мы отдали, да. Она стоит в себестоимости 40, понимаете, там, 50 максимум рублей. Все остальное там на маркетинг, на всех вот этих вот дармоедов, ну, может быть, я грубо сказал, но кучка дистрибьюторов, которые просто прикрутило свою дельту, и там, оптовики, и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что каждый работает и продает, но это много посредников. Что сделали маркетплейсы? Вообще, почему маркетплейсы стали такими популярными? Они убрали всех этих, все эти прокладки, и сами стали прокладкой. То есть теперь есть производитель, есть трафик потребитель, ну, и, соответственно, есть маркетплейс через платформу, которую все это прогоняется. Вот и все. То есть здесь ничего сложного нет. Поэтому в любом случае на маркетплейсе дешевле. Есть розничная цена, есть оптовая цена. Розничная цена – это когда ты просто сам себе купил, она все равно выгоднее, чем ты покупаешь с магазина. И оптовая цена – это для того, чтобы ты мог заниматься бизнесом и продавать. Здесь на маркетплейсе, на обычном, ты заработаешь 20-30%. И сейчас основная масса людей, ну, считая себя такими предпринимателями, предприимчивыми, создают массу воронок там, продают эти курточки, сапоги там. Очень круто, молодцы. И это приносит определенный доход, и они работают сами на себя. Но они не принадлежат, они полностью свое время продали, и сами себе, в принципе, не принадлежат, а прям все там находятся. Но при этом в маркетплейсе, который находится, у них есть несколько головников. Первый – это надо пойти получить товар, надо его привезти на склад, надо его сохранить, надо его потом, когда продал, выстроить воронки, продать его. Соответственно, дальше нужно его отвезти на почту или на СДЭК, упаковать и отправить. То есть, соответственно, получить там 20-30%. Ну, так ведь? Ну, ведь это так. Ну, что, я не прав, что ли? Ну, так это и происходит. Соответственно, что сделали мы? А, и, кстати, про маркетплейсы. Четыре только маркетплейса. Я следующую презентацию сделаю, более расширенную презентацию на следующее воскресенье, именно по маркетплейсу. Вот там будет детальный прям разбор, там вся механика будет, и там, соответственно, вы увидите намного больше. Ну, чтобы сейчас у вас было понимание, как я говорю. Есть очень важный элемент в нашем маркетплейсе. Значит, у нас не нужно ничего продавать. У нас человек только потребляет. И, соответственно, мы применили реферальную систему, то есть, с двух с половиной миллионов магазинов может прилетать вам кэшбэк. То есть, вот вы открыли себе магазин на маркетплейсе, вот сейчас на Валберис, соответственно, купили себе товар. Может быть, начали продавать. Если вы купили оптом, соответственно, вам Валберис дает трафик. Плюс вы трафик подключаете через различные воронки. И, соответственно, к вам поступает трафик, вы начинаете там как белка в колесе крутиться, чтобы заработать эти проценты. У нас этого делать не нужно. Вы просто себе потребляете. Просто купили себе товар и все. И, соответственно, там кэшбэк вы получили с одного, может быть, и наклейку там на сковородку получили. А здесь вы уже получаете, здесь каждый человек с двух с половиной миллионов таких вот магазинов, которые включаются, включаются, включаются. От каждой покупки ему прилетает кэшбэк. Маленькая копеечка, маленькая, она небольшая, маленькая, но она превращается в огромные капиталы. И чтобы их получить 100%, вам нужно будет открывать или самозанятого, или ЭКВЭК. Других вариантов никаких не будет. Здесь не будет скриптовалюты, здесь не будет нала. Это все по безналу, это все официально. Кэшбэк вы получаете официально. Вы поймите, что вокруг нашего вот один дом такой создать, один дом поставить такой, да, и вот это провести, весь город, весь город будет об этом говорить, понимаете. Помимо того, что уже там начинаем сотрудничать с разными институтами, и сейчас там студенты будут подтягиваться, подтягиваться, подтягиваться. Ну, даже мы за это вообще как бы не говорим, там, студенты, это их выбор как бы. Нам нужны студенты больше на подработку. То есть на то, чтобы сейчас вот, допустим, дизайны нам нужны, там рабочая сила нужна будет. Нам больше студенты там нужны. Но если кто-то из студентов примет решение там, да почему бы мне здесь не покупать на маркетплейсе, ради бога он тоже может это делать. Кстати, у нас предусмотрена такая тема, то есть от 14 лет тех, у кого есть паспорт, он может, в принципе, здесь с нами сотрудничать. Но он индивидуальным предпринимателем и самозанятым быть не может, то есть по законодательству. Но у нас есть система коапликанта, это наследник. То есть они могут подключить, указать данные коапликанта, допустим, маму, папу или брата, я не знаю, который совершеннолетний. Он открывает ИП и, соответственно, чтобы деньги выводились под ИП, то, соответственно, у нас по-любому будут платиться налоги. Без налогов мы ничего не будем делать, мы не будем работать, мы работаем официально. Эта тема очень долгосрочная, таких тем никто никогда не делал, вы понимаете? Поэтому здесь кто-то, может быть, сейчас присутствует, кто там работает на криптовалюте, на хайповых проектах, еще что-то. То есть есть ребята, просто вы должны для себя понимать, что там запустили любую платформу какую-то, систему, зашел и пошел качать. Раз, выключили свет, соответственно, кто успел, тот и съел. Здесь так нет, здесь у нас все официально, поэтому чуть дольше у нас здесь. Но зато, да, мы дольше как бы раскачиваемся, дольше стартуем, но у нас официально, у нас долгосрочно, это на многие десятилетия проект, понимаете? Он будет работать вообще в свое, вот это самое важное, то он долгосрочный. И, соответственно, направление, то есть это и экологичные товары, заменяющие доме бытовую химию, это и спортивные товары, инвентарь, форма одежды, там огромное количество, то есть это и стройматериалы, огромный просто. И сюда будут постепенно добавляться, добавляться целые индустрии. То есть мы прям берем по индустрии направление и сюда прям полностью все упаковываем. И зашиваем всю систему начисления кэшбэков и, соответственно, все. Человек просто-напросто покупает и продает. Что требуется от человека вообще в целом? Вот когда у нас запустится процесс официально, достаточно будет сделать фотографию и свои первые начисления выставить в общий чат, в чек. То есть все, достаточно. Ну и, соответственно, у нас будет еще шаблон, видео-шаблон, видеообращение. То есть отправить 10 своим знакомым. Вот это сообщение. То есть для чего? Для того, чтобы нам помочь, ну все-таки вы зарабатываете, да, чтобы нам помочь максимально быстро охватить рынок. Чтобы другие платформы не смогли перехватить нашу модель. Почему? Потому что, я вам скажу, 4 платформы, 4, Amazon, AliExpress, Alibaba, eBay, это 96, почти 97 триллионов рублей товарооборот в год. Ну, на рубли, если перевести. Можете посмотреть на CoinMarketCap, проверить. Значит, и доход, у них доход ежегодный 7,5 триллионов. Понимаете? 7,5 триллионов. Благодаря нашей системе у нас вот эти 7,5 триллионов получат не те 4 компании, ну там пускай по 3-4 акционера, да. А получат много тысяч людей, десятки тысяч, сотни тысяч людей получат вот эту прибыль. Могут получать, понимаете? Официально уплачивая все налоги. Это очень важно. Это не какая-то хайповая тема. Это не какая-то финансовая пирамида. Что если у кого-то там какие-то, это реферальная система, реферальные системы применяются везде. Возьмите любую косметологию, любую там компанию. Здесь не нужно идти там формировать какие-то свои структуры. Да, у нас команды формируются, но команды мы формируем под другое. То есть мы с командами будем осваивать дальше рынок. То есть и производство ставить мощные, различные под наш маркетплейс. Это команды смогут делать. И станции ставить. Вот чтобы закрыть потребность воды в Российской Федерации, нужно поставить 18 тысяч станций. Это порядка 900 миллиардов. Одна станция стоит 50 миллионов на 2 тысячи квартир. И, соответственно, окупается за 3,5 года. И будет доход приносить от 15 до 30 миллионов в год. То есть и задача... У меня сейчас 2 миллиарда миллиардера есть состоятельных, которые хотят прям осваивать и вставить эти станции. Но есть много знакомых людей еще более даже состоятельных, чем эти 2 товарища моих, 2 друга. Но вы поймите, что задача не стоит, чтобы вот это бах и освоить. А как раз сделать линейное управление, горизонтальное управление. Не вертикальное, где один получает, а горизонтальное управление. Понимаете, чтобы 10 тысяч человек могли поставить себе эти станции. Для чего? Потому что это ресурс. Когда объединяется 10 тысяч человек, вы представляете, один человек со своим аппаратом управления и 10 тысяч человек, которые замотивированы не так, что мы работаем на кого-то. Мы все работаем на себя. У нас горизонтальное управление, понимаете, линейное управление. То есть это невозможно не сломать ничего. То есть это будет работать постоянно и с огромным мощным ресурсом. Вот она какая идея. И я вам скажу, что линейное управление, вертикальное управление уже отмирает. Оно неэффективное, понимаете. А вот это управление, это будет эффективным. То есть вот такой вот marketplace, который может приносить достаточно хорошие доходы. Едем дальше. Значит, у нас еще есть одна очень интересная тема. Это обучение. То есть во всем нашем большом проекте присутствует мощная международная команда. То есть у нас проработана целая огромная программа, большая программа обучения. То есть это уровень международный топ-менеджмент. Ну так как бы озвучили. Значит, лидер этой команды это Вадим Ефремов. Тренер по лидерству и коммуникациям. Он предприниматель. Здесь вкратце про него в принципе описано. Реализовал проекты в области обучения в девяти странах мира. Значит, вот этот Mastermind Camp. Я сам присутствовал на этом обучении в Сочи. Мы познакомились с Вадимом где-то два года назад. Ну это просто прошибает все мозги. Меняется вообще полностью. Все в голове меняется. Есть ребята, кто присутствует там сейчас, тоже включились в продвижение проекта, тоже присутствовали, знают, что это такое. Это меняется полностью сознанием. Знаете, я, кстати, выступал в колледже, и у меня такое было сравнение с ребятами. Сравнение с ребятами было. Значит, я задал вопрос. Вот вы получаете образование. Вас в колледже, в институтах учат образованность. Это круто. Вы выбираете себе профессию. Вы выбираете себе профессию и в этой профессии реализовываетесь в жизни, потому что она вам нравится. Но образованным быть в нынешнее время недостаточно. Нужна смышленность. Понимаете? Смышленности не хватает людям. Ты хоть пять образований закончи. То у нас к жизни больше приспособлен знайка или незнайка. Вы помните этот мультик? Понимаете? Конечно же, незнайка приспособлен к жизни, но у него нет таких знаний. Он идет интуицией, поинтуитивно. Понимаете? Соответственно, вот у нас здесь упаковано именно, чтобы человек получил мощную, мощную, именно смышленность. Понимаете? Как в этой жизни двигаться? Значит, что еще, про Вадима? Вадима работает с топ-менеджментом. Более 30 крупнейших компаний мира прокачал. Прокачивают они людей с Форбса даже, я знаю. Значит, приглашенный спикер корпоративных программ и стартапов Академии Сколково. То есть, входит в топ-50 бизнес-школ мира по версии Financial Times. У нас проходили вебинары, и Вадим, он иногда присутствует тоже на вебинарах и рассказывает о своей программе и так далее. Может, он тоже будет присутствовать на следующем вебинаре, попрошу его. То есть, он тоже расскажет про эту компанию. Ну, про свою компанию. Значит, какие здесь есть повышение уровня осознанности. То есть, работа в команде. Это тренинги. Это каждый тренинг, это очень мощно меняет сознание. Как легко говорить. И ресурсные люди. То есть, по факту, каждому человеку будет доступен этот тренинг. Это первый статус партнер. По каждому статусу будет присваиваться медаль при прохождении. Почему? Потому что, когда повышается уровень осознанности после каждого тренинга, то есть, там и практика будет фиксироваться. Будет, понимаете, такая... Это история. Это ваша история повышения уровня осознанности. То есть, медаль, это в личном кабинете у вас будет. На грудь никто вам вешать медаль не будет. Это в личном кабинете просто-напросто будет, чтобы вы могли посмотреть и, соответственно, вспомнить, как вы проходили этот тренинг. И что вы получили от него. Что в жизни у вас изменилось от этого тренинга. Поверьте мне, с каждым тренингом у вас будет меняться мышление. Это я вам 100% заверяю. Дальше. Потом статус лидер идет. Региональный масштаб. Это тренинг такой региональный масштаб. Управление командами и мышление без границ. Это прям тоже мощные тренинги. Два этих направления. Это онлайн направление. Дальше все идут направления оффлайн. То есть, это выезды. Ну, мастер-майн-камп. Это регата на яхтах. То есть, помимо того, что прокачивают вам ваше сознание, интеллект. И открывают границы, чтобы вы смотрели шире. То есть, еще и создаются нейронные связи на практике. Где вы командой, допустим, на яхте, соответственно, участвуете в регате. То есть, прошли тренинг, на следующий день яхта. Еще там комплекс. Приехали туда на неделю. Ну, и, соответственно, полностью неделю вас прокачивают. Капитал для поколений. Там тоже тренинг такой будет. И международный масштаб. Не региональный уже, а международный масштаб. Значит, дальше также будут сплавы по реке. Это в тайге. То есть, забрасывают на вертолете. В сопровождении спецназовцев, которые прошли в боевых горячих точках, ребята. Ну, в сопровождении с ними это безопасно. Но очень такие трудности преодолеваются. Вылазят все. 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 Вот это, что есть, сидит такое грязное, нехорошее. Все оно вылазит. И вот здесь идет мощная проработка. То есть, тренинг. Сплав по реке. Разбиваем лагерь. Дальше. То есть, и вот это все в прокачке идет. Вы поймите, это как раз формирование нейронных связей. Что такое осознанность? Это не просто что ты в телевизоре посмотрел. О, я знаю. Это неправильно. Это не так. Осознанность приходит после того, как человек проходит трудности. Вот трудность прошел, человек получил мудрость. Мудрость это и есть маленький уровень, маленький кусочек осознанности. Понимаете? У каждого были трудности. И, соответственно, пройдя их, человек стал мудрее. Ну, сейчас вот если вспомните себя там в 15 лет. И сейчас вам, допустим, 30, 35, 40 лет. Ну, вы же мудрее стали. Вы же многие моменты бы сделали по-другому. Смотря с колокольни оттуда вы, с вашей колокольни сейчас, смотря сюда. Вы же по-другому бы это делали. Вот у вас уровень осознанности прибавился за 20 лет или 25 лет. Ну, представьте, что здесь, вот пройдя вот это обучение в течение двух лет, допустим, или года, в течение года, может быть, да, вы пройдете это, если это комплексное обучение. Это вы получите уровень осознанности, как к 60-70 годам даже вот такой уровень осознанности, наверное, не получили бы. Что вы получите здесь? Каждый получит здесь. Понимаете? Значит, ну, соответственно, там заплыв с китами, Камчатка, там, ну, много. Это Вадим уже там, у них там эти темы. Я как бы вот просто слыша на вебинаре, что он говорил, и плюс я так знаю, что будет. То вот эти прям заплыв с китами, да, то есть это такая тоже интересная тема, где каждый может вот побыть в стихии совершенно в другом мире. То есть как раз открываются границы совершенно другого восприятия мира. Едем дальше. Так, ну, это по студентам. Уже, в принципе, презентация заканчивается. То есть нам нужны будут как раз-таки на мероприятия, я в каждом институте как бы говорю об этом, что нам нужны будут люди, которые будут зарабатывать, то есть проведение мероприятий, проведение мероприятий тысячу, ну, это в час, да, то есть у нас проходят мероприятия, мы выходные дни, допустим, там проводим, нам нужны рабочие, так скажем, руки. Ну, и, соответственно, мы подтягиваем уже студентов к этой теме, потому что брать кого-то на работу, это надо содержать каждый день. Нам проще отдать за выходной, как бы, да, человеку денег, ну, и, соответственно, он может и подзаработать, ну, и, соответственно, нам тоже закрыть вопросы. Ну, соответственно, вот сейчас тоже хотим с институтами общаться, чтобы размещать и этот плакат, и плюс плакат по поводу обучения, если сейчас договоримся, то есть два больших плаката внутри каждого института, то есть холла. Ну, и, соответственно, ребята переходят в чат, мы в чате с ними уже сотрудничаем, работаем. Ну, на сегодняшний день я скажу, что вот у нас есть уже там порядка 25 студентов, которые пришли в чат, ну, и, соответственно, мы будем с ними работать. Во всяком случае, сейчас у нас мы подали заявку на 10 проектов, это по 10 тысяч, 100 тысяч рублей. Пожалуйста, у нас уже первые заявки есть, ребята, пожалуйста, осваивайте. То есть у нас в чате будут регулярные заявки такие выставляться, то есть мы будем, соответственно, по реновации будут, соответственно, по реновации будем уже говорить, допустим, нужны там разнорабочие, нужны еще что-то. На ежеквартальные мероприятия тоже будем выставлять. Ну, и, соответственно, заявку уже ребята заходят, кому нужно делают. Ну, в общем, вот примерно вот такая история. Вот. Ни одного вопроса не вижу, все плюсики. Вот. Ну, в принципе, у меня все, ребята. Вот у нас пролетел час практически, 55 минут. Вот. Надеюсь, интересно было. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Пока вы пишете вопросы, значит, смотрите, еще что скажу. Значит, вся социальная программа наша, большая социальная программа, которую мы делаем, это мощный резонанс, который будет формироваться вокруг нашего бренда, вокруг маркетплейса и так далее. Наша задача, маркетплейс наш, то есть у нас есть направления различные, там, и SMM, там, и многое. Много, я сейчас не буду перечитать, там есть много разных направлений. Когда мы активируемся, мы там по всем направлениям еще масштабнее начнем работать. Но сейчас нам нужно больше и больше расширять. У нас есть три цели. Первая цель стояла 100 человек, мы ее преодолели. Потом сейчас стоит цель 1000 человек. У нас почти, если мне память не изменяет, 767 или что-то такое. Ну, около 800 аккаунтов уже забронировано. И третья цель будет, это 10 тысяч человек. У нас на вторник, я надеюсь, что во вторник у нас пройдет обновление по сайту. Там будут четыре раздела полностью упакованные, классно все. То есть, и мы тогда сможем уже включать, включать, включать уже команды, общаться. Там и плюс реклама пойдет по разным направлениям. Ну, трафик будет закачиваться больше. Как мы достигаем третью цель 10 тысяч, мы объявляем о старте. То есть, и, соответственно, мы начинаем реализовывать наш проект. Старт мы планируем сделать в мае. Дай бог, чтобы у нас все получилось, как бы все реализовалось. Ну, мы просто-напросто идем вперед, несмотря ни на какие там трудности. Такого проекта никто не делал, никогда не делал. И, соответственно, мы прямо знаем, у нас самое главное, что хорошая идет экономика от этого. И все довольны. И государство довольно, и у нас есть прибыль, и у каждого человека есть прибыль. У нас линейная, горизонтальная система управления, где будет огромное количество именно состоятельных людей. Вот и все. И вместе, вместе мы идем к общей цели, жить до 100 лет. Никто вопросов не пишет. Я хотя думал, что сейчас буду продолжать говорить, но кто-нибудь напишет вопросов. Но кто-то ничего не пишет вопросов. Ребят, ну, если вопросов нету, то я, наверное, буду заканчивать, потому что мы уложились в час, у меня еще два вебинара, работы много, ну, для команд там и так далее. Поэтому, что хочу сказать. Надеюсь, что этот вебинар для вас был полезен. Вы узнали много про наш проект, но не все. На следующее воскресенье будет вебинар как раз-таки посвящен механике и конструкции нашего проекта. То есть как раз более углубленно. Сейчас я рассказал про социальную программу, которая сделает такой мощный резонанс в нашей стране, что вся страна придет на наш маркетплейс. Я вас за это уверяю. Просто люди еще пока не знают про это. И вы те счастливчики, которые сейчас попали сюда. Я не знаю, каким образом, через кого. Но я вас уверяю, что это так. И еще у меня просьба. Вот то, что вы сейчас пишите, вы напишите это в общем чате. Вот сейчас, как выйдете, напишите, пожалуйста, если вам понравился вебинар. Не просто «О, было круто», а вот выразите там свои эмоции, чтобы те, кто не пришел, немножко пожалели о том, что они пропустили этот вебинар. Вот такая будет маленькая просьба к вам. Ну что, всем жму руку, всех обнял, всех люблю сердечно. Я надеюсь на то, что вы сформируете крупные команды, и мы будем очень взаимодействовать, прям плотно с вами работать с каждым. И, кстати, я хочу сказать, если вы формируете команду, и у вас пять человек появляется, я вас добавляю в лидерский чат. То есть там лидеры, там более другая информация, более раскрытая. Ну, то, что мы не выдаем, так скажем, в обычные чаты. Соответственно, пять человек, если у вас сформируется, все, я вас сразу добавляю. Мне прям в личку пишите, пять человек готово, никнеймы пишите там или фамилии и имя. То есть мы смотрим, да, даже не надо фамилиями писать. Вы мне свое только напишите фамилиями, и мы, соответственно, посмотрим, и добавим вас в лидерский чат, и будем заниматься, проводить дополнительные вебинары с вашими командами. Ну что, всем хорошего воскресного вечера. Погода сегодня супер. Листики зазеленели. Хочется еще глубже дышать, и никак не надышишься. Всем желаю хорошего вечера, ребят. Всем пока, до скорых встреч на следующем вебинаре. Всем пока.